Розета Горловка сегодня. Скажите, пожалуйста, довольны ли вы тарифами на коммунальные услуги в республике? Довольны. Давайте я не отвечу. Извините. Пока довольны. Тарифы нормальны. Мы выдерживаем, все хорошо. Ничего не повышается. Если бы нам еще чуть-чуть бы пенсию, таким малоимущим, как вот я. 2 200, я не могу выживать. Но, тем не менее, я плачу за коммунальные. Не-не, тарифы нормальные. Не сравнить с Украиной, конечно. Ну, что, конечно, довольны. Не так, как же где-то в Украине. Извините. Мы живем в частном доме, так что нам тарифы на коммунальные услуги. Параллельные. Понятно, спасибо. Они за что не платят. Да, да, да. Я не хочу за это, на эту тему разговаривать. А вы считаете, что в Украине лучше тарифы, чем наши? Нет, не лучше. Ах, как я могу сравнивать, если не знаю, не прощупав, что такое в Украине. Нет, ну, во-первых, слышал, как в Украине. Нет, ну, какие там цены, мы знаем, стоимость. Судить, это нужно прочувствовать, чтобы судить. Может, у них пенсии в пять раз больше, чем у меня, поэтому. А, судя из моей пенсии, меня устраивают наши тарифы. Ну, это, конечно, у нас. А почему? Ну, там очень дорого. Ну, по сравнению, там же повышены тарифы. Вот и все. А у нас пока что все нормально. Спасибо. Спасибо. Там кубочек, по-моему, 45 гривен горячий. Однокомнатная квартира, там полторы тысячи. Вот это, полторы тысячи, однокомнатная. Это за коммунальные полторы тысячи? Да, да. Коммунальные платить. Платить, да. А если 1200 получаешь, то и не заплатишь, и жрать не надо. Ну, кто может заплать его? И сидит, дует. Ну, это и обижается там, да. Говорят, что 1200 получает, а полторы тысячи надо платить. Как он может заплатить? А если не заплатят квартиры, а ты мать? Да, забирают. Еще лучше. Ну, это в Украине, да, сейчас? Да, в Украине. В каком-то городе там. Пришли, кто-то с внуком жил, или что-то, баба. Бабушка жила с внуком. 40 тысяч или 4 тысячи. Ну, и не забрали квартиру. Высилили на улице. У нас такого нет, конечно. Нет, нет.